Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас вновь приветствовать у себя на канале. Совсем недавно, в эту субботу, было объявлено о проведении поединка между Сергеем Крашером Ковалевым и Канело Саулем Альваресом. Бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. И как вы сами понимаете, я, конечно же, не могу пройти мимо этого поединка, поэтому ловите мой прогноз на этот бой. Начать мне бы хотелось с того, что в последних поединках Ковалева его постоянно списывали со счетов. Говорили, что у него плохая выносливость, что у него хрустальная челюсть, что он никогда не сталкивался с такими ударами, что его вынесут еще в первой половине боя, но при этом Ковалев свои последние поединки выиграл уверенно. Причем в последнем он соперника нокаутировал. Что мы сейчас видим на форумах различных, от экспертов, которые пишут о боксе, что Альварес у нас гораздо техничнее, гораздо быстрее, нокаутирует скорее всего Ковалева ударом по корпусу и так далее и тому подобное. У меня вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, как закончится этот бой. А я сейчас дальше изложу свое мнение. Готовы? Поехали! А теперь давайте внимательно по пунктам, почему Ковалева списывается счетов и есть ли в этих компонентах у Канела преимущества. Начнем с выносливости. Про Ковалева говорят, что это боец 7 раундов, что его хватает ровно на этот отрезок боя. Что Канела? Давайте возьмем бои Канела с Головкиным оба боя, да, бой с Джейкобсом, бой с Чайвесом, бой с Рокки Филдингом в расчет не берем. Потому что он закончился в 4 раунде нокаутом, да. Если вы посмотрите внимательно вот эти 4 боя, да, с вот этими 4 соперниками, то вы увидите, что в первом бою с Головкиным Канела кончился еще до 7 раунда. Где-то примерно в 5. Второй бой с Головкиным прошел в хорошем темпе, потому что я так думаю, что Канела был на замечательном мексиканском мясе. Смотрим бой с Джейкобсом. Снова без мексиканского мяса. И снова Канела хватает ровно на первую половину боя. Во второй половине боя мало действий, мало подвижности, да, и уже очень такие прицельные удары от соперника он получал. Бой с Чавесом прошел в медленном, комфортном для него темпе, плюс от соперника не было никакого давления. Итого мы имеем, что когда Канела не на допинге, он точно так же боец 7 раундов. Вывод какой напрашивается в данном случае. Будет ли боец, который наберет мышечную массу, а я вам напоминаю, что ему придется набрать где-то около 7 килограммов мышечной массы, достаточно выносливым, чтобы отбегать, допустим, 12 раундов против человека, который в этой категории выступает всю свою карьеру. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Пункт номер 2. Скорость. Про Канела говорят, что он гораздо быстрее Ковалева. Но, учитывая, что ему предстоит набрать 7 килограммов мышечной массы, у него наверняка упадет скорость, выносливость и скорость реакции. Но это как пить дать, это ауксиома, от этого никуда не денешься. Поэтому, скорее всего, в этом компоненте преимущества весомого перед Ковалевым у него не будет. Третий момент. Техника. Про Канела говорят, что он гораздо лучше технически, разнообразнее Ковалева. Но у меня есть один вопрос. У Сергея Ковалева лепительская карьера насчитывает больше 150 поединков. У Канела, если мне память не изменяет, вроде бы как 25. По профессионалам у них, можно сказать, сопоставимое количество поединков. Больше 30 у обоих. В связи с этим у меня вопрос. Как вы думаете, кто лучше технически? Ковалев или Альварес? Пишите в комментариях. На мой взгляд, уровень бокса Альвареса показали такие личности, как Мэйвезер, Рислан Дилара и Головкин оба раза. Четвертый пункт касается подбородка. Про Ковалева говорят, что она у него хрустальная стала. У Канела якобы подбородок из гранита. Я в чем-то здесь согласен. У Канела действительно очень мощная челюсть, шея, которая позволяет ему держать тяжелые удары. То есть даже генин удара он и то выдержал. Но при этом в защиту Ковалева скажу, что он выдержал тяжелейшие удары от ярда, который действительно не является нокаутером. Плюс в своей подготовке Ковалев нередко спаррингует с крузерами. Поэтому сказать, что у Ковалева хрустальная челюсть, ну это аргумент, который не имеет под собой никаких абсолютно оснований. Пункт номер пять. Я бы озаглавил его так. Канела нокаутирует. У меня вопрос, кого нокаутировал Канела в своих последних пяти поединках. Это бои с Геной, напоминаю. Бой с Джейкобсом, бой с Чайвесом и Рокки Филдингом. Всего лишь одного человека, Рокки Филдинга, действительно нокаутировал его ударами по корпусу. Но вопрос, можно ли сравнивать такого боксера, как Рокки Филдинг, с такой величиной, как Сергей Ковалев? Тем более, что Ковалев гораздо тяжелее, более остро бьющий, у него воркрейт гораздо выше. Как вы думаете? Пишите в комментариях свое мнение. А теперь поговорим о пунктах, которые действительно имеют значение. Первое, это отдых и очень малое времени на подготовку Сергея Ковалева к этому бою. В то время, как Канела начал готовиться к нему фактически с мая этого года. То есть у него было целых шесть месяцев на то, чтобы привыкнуть к новой для себя весовой категории и разобрать бокс Сергея Ковалева по виндикам. Вторым пунктом я бы хотел отметить просто величайшее по справедливости судейство в Лас-Вегасе. Сергей Ковалев уже в Лас-Вегасе дрался с Андре Бордом. Результат мы с вами знаем. Геннадий Головкин провел оба поединка с Альваресом в Лас-Вегасе. Результат мы тоже с вами знаем. Плюс нельзя забывать, что Альварес это все-таки золотая дойная корова компании Golden Boy Promotions. И они ни в коем случае не дадут ему проиграть и пойдут на все для того, чтобы Альварес выиграл в этом бою. В том числе и нельзя исключать такие вещи, как отравление воды Ковалева перед боем и так далее и тому подобное. Прецеденты уже были. Поэтому здесь нужно будет побеждать либо досрочно, либо с таким преимуществом по очкам, разбивая противника просто на голову, чтобы судьи просто не могли его засудить. Но это будет очень тяжело. Теперь все-таки как сложится этот бой. Учитывая преимущество Ковалева в росте и весе, ему нужно будет постоянно сохранять дальнюю дистанцию. Много сыпать прямых ударов. То есть работать джебом и как только Альварес будет с ним сближаться, прорываться на среднюю и ближнюю дистанцию, нужно будет закручивать его либо влево, либо в правую сторону за счет сайдстепов. Если это не будет получаться, то стараться всячески Альвареса обнимать, удерживать, клинчевать для того, чтобы он быстрее выдохся. И поскольку Ковалев тяжелее, чем Альварес будет в бою, нужно будет постоянно на него наседать, то есть чтобы Альварес тратил быстрее силы. Альварес будет постоянно прорываться, как я уже сказал, на среднюю и ближнюю дистанцию и там стараться обрабатывать корпус Ковалева. Если вы смотрели поединки Канеллы, вы наверняка заметили, что он всегда перекрывается высоким плотным блоком и за счет подшага подходит к своим соперникам. Ноги у него, мягко говоря, не очень хорошие. Но за счет этого технического приема ему удается отсекать своих соперников, которые ощущают на себе давление от свободного пространства. Так вот, 5 часа назад соперник начинает выбрасывать удары, Канелла в этот момент делает уклоны, нырки и ищет момент для проведения контратаки. Но какой здесь есть момент, да? Канелла, когда держит вот так высоко руки, у него открытая вот эта нижняя часть корпуса. То есть это печень, солнечное сплетение, селезенка. И Ковалеву нужно будет с самого начала начинать нагружать корпус Канелла прямыми ударами, что он отлично умеет делать. И нужно ему будет помочь устать гораздо быстрее. И тогда у Ковалева действительно будет хороший шанс одержать победу в этом бою. Итак, каков мой прогноз? Мой прогноз на этот бой победа Сергея Ковалева по очкам при нормальном судействе. При адекватном нормальном судействе. Если судейство будет в пользу Альвареса, я не удивлюсь, если честно. Что ж, спасибо, что посмотрели мой прогноз. Ставьте лайки этому видео, жмите на колокольчик. Чтобы не пропустить новые, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в описании. Всех был рад видеть. Спасибо, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok